мая 2018 давайте в этом ролике рассмотрим авторазвертку так сейчас можно включить здесь вот в боку workspace выбрать UV editing вот у нас теперь два экрана можно его чуть-чуть вот так вот подвинуть можно здесь включить вот два экрана а потом так давайте я покажу так это уже деление идет экрана здесь можно на один поставить если взять допустим maya classic то деление происходит так вы выбираете здесь в боку два экрана находите вот панели и вот здесь вот в панелях находите панель и находите UV editor можно таким способом можно здесь вот уже выбирать и уже экран будет поделенный на две части именно для развертки так теперь давайте нажмем файл и импорт подгрузим какую-нибудь модель и на ее примере уже будем рассматривать так вот так вот подгрузилась кисть сейчас ее нужно так вот выделить левой кнопкой мыши и можно скайл вот так вот появляется вот такой вот настройка колесико крутит вертит alt зажатый левая кнопка мыши все это крутит так все переключаемся на транспорт и вот так вот это дело мало-мало можно припустить alt левая кнопка мыши и немножко можно это все дело подкрутить ну и с помощью транспоза можно вот так все это дело передвинуть смотрим со всех сторон чтобы попасть именно вот сюда все теперь можно на стрелку alt зажатый левая кнопка мыши крутит alt зажатый и зажатое колесико все это дело переносит по экрану ну вот такая кисть именно от вампира и на ее примере давайте рассматривать так здесь вот пока ничего нет колесико все это дело уменьшает вот такая тут сетка можно сделать теперь заходим в юви и находим автоматик ставим автоматическую развертку сейчас она тут появится вот появилась развертка ну и также можно все это делаем подгрузить сюда текстуру текстуру можно подгрузить в windows зайти найти рендер эдитор и нажать хэперс шейт вот этот сейчас открывается именно панель тоже вот такая вот панелька и ее сейчас можно будет тут подгрузиться можно будет немножко уменьшить вот таким вот образом чтобы она немножко была поменьше и видна вот такая вот выбираем ламбер нажимаем левой кнопкой мыши и правую кнопку зажимаем и тянем на асинг и нет а вот эту верхнюю настройку так не получается зажглась красным потому что нужно вот так еще выбрать кисть так теперь выбираем опять ее вот уже все нормально и жмем вот где колор на значок выскакивает вот такая вот панель и здесь выбираем вот эти шашки щелчок левой кнопкой мыши все это дело подгружается именно к текстурам здесь можно уже закрыть эту панель и как присвоить именно чтобы видно было вот эти шашечки на руке нажимаем вот на эту текстуру и вот они шашки появились вот так вот выглядят шашки и сейчас выскочила у меня тут развертка панель UV-Editor вот такая развертка вот такая кисть вот так все это дело выглядит здесь можно именно немножко вот так вот поразвлекаться посмотреть как эти шашки устанавливаются вот так все это дело можно вытянуть посмотреть как тут сетка устроена и так вот теперь сохранить эту развертку да заходим так вот подтянуть можно заходим в image и находим UV-snapshot вот этот мы его открываем здесь ставим в браузере куда сохранить находим место и допустим пишем 7 жмем save и вот здесь вот ставим именно формат image формат и ставим допустим jpeg ну все вроде настройки здесь больше трогать ничего не надо apply and close все это дело сохраняется вот такая получается рука вот такая будет у нас развертка так попробуем еще развертку сделать именно чуть-чуть по другому автоматик вот так ее можно еще раз кидать вот еще одна развертка и давайте ее тоже сохраним тоже так же UV-snapshot и пожалуй уже напишем 78 и сохраним jpeg формат опять же apply и закроем так здесь вот можно теперь использовать именно UV-editing вот здесь уже более-менее правильно базовые настройки вот они здесь можно делать вот это все корректировать выделять переносить вот так вы выделяете допустим какую-нибудь часть и жмете на стрелочку и можете это все дело двигать вот сюда допустим как-то устанавливать их здесь также можно здесь в программе все это дело резать самому но это уже в следующий раз покажу пока авторазвертка вот такое дело все это дело сохранено теперь можно сохранить руку и формате так export selection сохраняем руку теперь опять же на рабочий стол и жмем название какое-нибудь выбираем формат и жмем export selection не получилось надо выделить кисть и повторить по новой 78 ops формат экспорт все сохранилось все нормально ну а теперь давайте в the brush 2020 посмотрим как это все дело выглядит там и так же brush 2020 подгружаем сюда именно эту кисть которую в мае развернули 78 открыть вытягиваем кисть edit ну давайте посмотрим какая тут получилась развертка заходим UV map находим morph UV вот такая вот авторазвертка теперь можно здесь немножко порисовать раскрасить ну допустим возьмем красный цвет и немножко здесь что-нибудь порисуем вот так одну так вот сделаем одну так вот мелочевки ну можно синеньким немножко пройтись так вот ну и немного можно зеленого чтобы было прикольно цвета то вот таким вот образом теперь жмем опять morph UV и вот стала вот такая вот раскрашенная кисть вот такая получилась развертка от мая 2018 все всем пока до свидания 明 snaps сегодня мы nose мы на пусть на 노� мне